Привет, друзья! Сегодня у нас немного нестандартная тема, но на мой взгляд очень интересная. Это произношение оригинальных названий видеоигр на английском языке. Даже если у вас прохладные отношения с играми, вы все равно найдете для себя полезную информацию в этом видео, так что не переключайтесь. Как показывает практика, очень многие люди, даже с довольно высоким уровнем английского языка, произносят некоторые названия видеоигр неправильно. Этому есть несколько причин. Во-первых, если в названии игры встречаются незнакомые, сложные слова, мало кто полезет в словарь посмотреть правильное произношение. Во-вторых, на ютубе, даже на каналах-миллионниках, посвященных видеоиграм, часто неправильно произносят многие названия. В некоторых случаях произношение на русский манер вполне себе вписывается и не режет слух, настолько оно уже прижилось. Например, как God of War или Warcraft. Но бывает и такое, когда названия пытаются произнести то ли по-английски, то ли по-русски, и получается какое-то загадочное, не существующее ни в одном языке слово. А мы хотим говорить правильно и красиво, чем сегодня и займемся, и разберем 10 названий популярных видеоигр. Считайте, сколько названий вы прочитали правильно, и пишите свои результаты в комментариях под этим видео. Начнем наш список с серии видеоигр, о которой слышали, наверное, все, потому что за свою историю, а это 5 полноценных частей и несколько дополнений, эти игры продали стиражом свыше 230 миллионов копий по всему миру. По-русски ее называют GTA или Grand Theft Auto. По-английски название звучит так – Grand Theft Auto. Оно является юридическим термином и переводится как «хищение автотранспортных средств» или «автомобильный угон». Если говорить об этой игре по-английски, то можно использовать как полное название – Grand Theft Auto, так и аббревиатуру, которая читается как GTA. Переходим к следующему пункту. Многие знают, что все три фильма о Ларри Крофт «Расхитительница гробниц» были сняты по мотивам серии приключенческих компьютерных игр, которые по-русски принято называть Tomb Raider. Оригинальное название звучит так – Tomb Raider. Tomb – это гробница, буква B здесь не произносится, а Raider – это налетчик или расхититель. Словосочетание Tomb Raider так и переводится. Расхититель или в нашем случае расхитительница – гробниц. Как можно неправильно прочитать по-английски название самого популярного в мире футбольного симулятора, на первый взгляд непонятно. FIFA – она же и в Африке FIFA. Что здесь можно сказать неправильно? Но по-английски ударение в этом слове необходимо ставить на первый слог, и аббревиатура правильно произносится так – FIFA. Аббревиатура FIFA французского происхождения переводится Международная Федерация Футбола. По-английски всегда читается FIFA. С французским разобрались, теперь немного немецкого. Видеоигру «Шутер» от первого лица, сюжет которой является вольной интерпретацией на тему Второй мировой войны, по-русски называют Wolfenstein или Wolfenstein. Слово немецкого происхождения и по-немецки читается почти так же, а переводится как «волчий камень». Но по-английски некоторые слова немецкого происхождения читаются своеобразно. Данное название правильно произносится так – Wolfenstein. По-аналогии с ним можно запомнить правильное произношение таких слов, как Frankenstein – Frankenstein и Einstein – Einstein. Полноценное продолжение этой серии миллионы игроков ждут еще с 2004 года. Это научно-фантастический шутер от первого лица, который по-русски называют Half-Life или просто Halva. Но не все в курсе, как правильно произносится это название по-английски, и уж тем более, что она означает. Оригинальное название игры – Half-Life. Ударение ставим на первое слово – Half-Life. Слово Half значит половина, и его можно произнести двумя способами – Half в британском или Half в американском. Но запомните, что буква L в этом слове не читается в любом случае. Life – это жизнь, а выражение Half-Life переводится как «период полураспада». Если вы не физик-ядерщик, запоминать этот перевод вам не обязательно. А вот правильно произносить название «очень популярной игры» надо уметь. Следующий суперпопулярный шутер от первого лица по-русски называют Counter-Strike. Контра или просто KS. Оригинальное название звучит так – Counter-Strike, и переводится как «контурудар». Будьте внимательны, в первом слоге присутствует дифтонг Ау – Counter. Название этой игры – один из самых ярких примеров неправильного произношения. Это приключенческий боевик, в котором наш протагонист приобретает сверхспособности и успешно применяет их на своих врагах. По-русски игру чаще всего называют Infamous, потому что читают это слово по аналогии с хорошо знакомым словом Famous – «известный», «знаменитый». Но это слово правильно произносится так – Infamous. Перевод, имеющий дурную славу, одиозный, печально известный. В России первые две части выпускали под названием «Дурная репутация» и «Дурная репутация 2», а в третьей части оставили название как в оригинале, переведя лишь под заголовок. Несмотря на то, что слова Famous и Infamous очень похожи между собой, они не являются антонимами и произносятся по-разному. А если внимательно присмотреться к названию на коробке с игрой, вы заметите, что в слове Infamous первые две буквы написаны более мелким шрифтом. Это было сделано авторами намеренно для того, чтобы создать небольшой каламбур между этими похожими, но в то же время совершенно разными словами. Теперь пару слов об одной из моих любимых пошаговых стратегий. Благодаря третьей части игры еще в детстве я выучил множество английских слов, таких как храм, амбар, копье, лук, стрелы и так далее, которые я помню до сих пор благодаря ярким ассоциациям. По-русски серия этих игр называется «Цивилизация». Еще ее называют «Цивилизейшн». Лично я иногда называю ее «Цивила» или «Цивилка». В оригинале эта серия правильно называется «Цивилизейшн» или «Сивилайзейшн». Можно говорить и так, и так. Запомните, что в английском нет звука «Ц», а в таких словах, как, например, «Пицца» или «Цунами» этот звук образуется благодаря слиянию звуков «Т» и «С». Слово «Цивилизация» произносится «Цивилизейшн» или «Цивилайзейшн». В эту игру я как раз сейчас играю на PlayStation 4. Это экшн-РПГ в открытом мире, где люди живут в первобытных племенах, а мир захватили и разрушили роботы. Ее название состоит из трех слов, которые произносятся Авторы с названием постарались и вложили в него много символизма, поэтому в русском прокате его не переводили и оставили «Horizon Zero Dawn» как повод для игроков правильно произносить название в оригинале. Ну и напоследок хочу поговорить еще об одной серии игр, по мотивам которой в 2010 году был выпущен фильм «Принц Персии. Пески времени». В серии уже 9 игр, но для меня оригинальная «Принц Персии», вышедшая еще в 1989 году, была и есть одним из самых сложных платформеров. Игру часто называют «Принц оф Персия», а оригинальное название звучит так «Принц оф Пержа». Пержа – это Персия, и именно этим словом раньше называли страну, которую мы сейчас знаем как Иран. Вот такой список у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, сколько названий вы произнесли правильно, а какие игры были для вас полным сюрпризом. Мне будет очень интересно почитать, в какие игры из сегодняшнего списка вы играли или играете, и какая ваша любимая игра. Если вам понравился сегодняшний урок, напишите об этом, и тогда я постараюсь снять для вас что-то подобное на тему кино. Играйте в видеоигры на английском языке, расширяйте свой словарный запас, и не забывайте правильно произносить их названия. С вами был Кирилл, увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok